Это лампа, вырезанная из горного хрусталя, работа в предгорных мастерских в Египте. Лампа была изготовлена в X веке. Далее подобные лампы в ходе крестовых походов попадали в католические церкви и в связи с их применением для них изготавливали оправу. То есть эта уникальная лампа в себя совмещает две культуры. Арабская культура от египетских мастеров и европейское возрождение. И вот носик, лампы, вся серебряная оправа, украшенная полихромной эмалью. Все это работа итальянских мастеров о курсе возрождения. И главная тема данной ветвины, как вы, наверное, обратили внимание, это горный хрусталь. А горный хрусталь. На веки застывший лед. Так поэтично называли в древности данный материал. Вообще слово «хрусталус» переводится как «лед». Мастера восхищались его твердостью, его точностью. И вы видите, что ювелиры Хортье также попали под обаяние данного материала. И в этой ветвине шесть замечательных предметов из фонда Хортье. Самый, наверное, знаковый вообще стиль картии, икона картии – это так называемые таинственные часы. В чем их таинственность? Продрачные. Да, ну, смотрите, да, мы можем через них видеть как раз другого куратора данной выставки. Такие часы стали возможны вообще благодаря часовщику Роберу Удену. Он был часовщиком, а в качестве хобби у него выступали иллюзии. То есть он был еще иллюзионист. Но часовщиком по профессии он придумал подобные таинственные часы. Далее разные фермы пытались повторить, но только в ферме Хортье подобные часы достигли такого успеха. Стали настолько знаменитые, что стали, как я уже сказала, символом творчества ювелиры. То есть там механизм спрятан? Да, механизм спрятан. Смотрите, секрет часов в следующем. Две стрелки минутные, часовые. Они запиксированы на пустальных или стеклянных дисках. Эти диски крепятся по помощи специальных устройств к часовому механизму, который спрятан в цоколе. То есть мы видим сами часы, сам циферблат. Он как бы парит в воздухе, а часовой механизм не видим. В этой же витрине совершенно потрясающая подвеска. Она как раз показывает нам влияние искусства Ренессанса на творчество Хортье. Мы можем по обеим сторонам этой подвески видеть силуэты фаванов. Фаван – лесной бог и покоритель стад. И опять же, смотрите, это крупный сапфир, окруженный бриллиантами. Это как парит на фоне ворного хрусталя. Это современная вещь? Это 20-30-е. 12-й год. Да, это 2012 год. Нет, на самом деле, современных вещей, вот таких вот 90-х годов, почти нет. У нас, мы увидим с вами подвеску «Газентинский крест», она будет 91-го года. И кольцо и браслет были созданы сразу после войны. Но это опять же вот в другой витрине. Итак, смотрите, значит, у нас в каждой витрине – это отдельная тема. Здесь у нас, как мы выяснили, горный хрусталь. Дальше мы с вами переходим к следующей витрине. Вы думаете, когда немножко нарушая хронологию, потому что, конечно, когда коллеги привезли нам эти экспонаты, мы думали, что они выстроят экспозицию, начиная с самого раннего, заканчивая самым поздним. Но вот мы были какие-то свои представления, поэтому у нас получается все немножко в разнобой. Тем не менее, это не мешает нам отбаваться красотой памятников. И в данном случае перед вами совершенно замечательный кабинет, созданный вам в сборке в начале XVIII века. Таких кабинетов вообще у всех европейских музеев крайне мало, буквально 5-6 штук. И нам повезло, что мы обладаем такой замечательной работой. Он очень нарядный, он похож на фасад барочного здания. Здесь и колонны, фигуры, вазоны, накладки серебряные. И, кстати, надо сказать, что может, пока подойдется к Игорь Павловичу, он расскажет, что именно вот здесь была проведена огромная реставрационная работа. Была восстановлена жирность. Какой-то. Это что-то звучит? Как не звучит, это скрючек кабинет с много разных ящичков. Там можно было хранить разные секретики, станционные документы, коллекции. Если мы выдвинем этот ящик, то мы с вами увидим зеркало. Вот, как я уже повторила, я, извините, говорила, он очень нарядный. Здесь красивое сочетание панцирячей пахи. Зеленый цвет – это крашеная становая кость. Вот, в этой витрине главная тема – это время. И как раз к нашему панцирку были подобраны настольные часы с парометром и часы с фоторанкой. Вы, как-то говорите, поподробнее. А вот это вот, скажите, боковые, это просто закрывает этот самый, или там тоже какие-то ящички? Это нет, это просто створочки мы закрываем, и мы можем обойти с вами сейчас, и увидите, что с другой стороны.